Всем привет! С вами Юмилька. Смотрим за кутуна. Видосик про его переезд. Всем привет! Привет! Нет, я не в Казахстане, не в Турции и даже не в Израиле. Я намного ближе, чем ты думаешь. В России? Вообще, да, я действительно переехал, но не в другую страну и даже не в другой город. Дело в том, что я на протяжении уже трёх лет, ни много ни мало, строил себе дом. Ооо! И да, как вы уже могли догадаться, мы наконец-то в него заехали. О, вот это жёстко! Блин, ну в том смысле, что когда строится твой дом, ты постоянно на нервах, должен туда приезжать и не всё контролировать. Вы, рум-тур я пока провести не могу. А почему? Так как, ну, типа у меня даже дверей межкомнатных нету. Работы дофига, а спим мы вообще как-то так. На матрасе просто! Зато дочке теперь легко добираться до нас от своей кровати, чем она незамедлительно пользуется. И почти каждая ночь у нас похоже на вот это. Конечно, дом я не сам строил. Мои руки растут из совершенно другого места. Ну, я руководил и давал на это деньги. Ну, это очень важно. Что тоже занимало уйму времени и сил. Конечно. Эй, Фархад! Фархад! Да, что ты такое, начальника? Это что, крыша, по-твоему? Ну, свет закрыла, душ ты отвела, значит крыша, наверное. Функции все выполнила и нормально. Напомни, почему я тебя нанял? Плов был очень вкусный, начальник она. Ну, да. В целом, я сейчас вообще не буду акцентировать внимание там на национальности, но в целом, когда ты нанимаешь строителей, будут они там делать тебе ремонт, строить дом. Им по факту важно как можно скорее выполнить эту работу, взять эти денюжки и кайфовать. И именно поэтому бывают такие ребята, которые делают все недобросовестно. Я помню, как у нас дома мама Рустема делала ремонт в квартире, и приходили порой такие, ну, кадры реально, такие люди, которые выставляли себя профессионалами и не могли нормально состыковать и поклеить обои. И поэтому в коридоре, в Уфе, в той квартире у нас ужасно поклеены обои. Просто отвратительно. Зато сейчас вы понимаете, почему ролики выходят нерегулярно. И порой приходится прибегать к помощи сторонних аниматоров. Так, на всякие случаи осуждаю. Во-первых. А во-вторых, ну, это вполне нормально и вполне адекватно. Я видела, что аудитория Закатуна на это негативно реагирует, но мне кажется, что если человек занят какими-то своими делами, самое главное, что сюжет и подача его, рисовка, иногда можно у кого-то ее заказать или же попросить помочь с тем, чтобы люди сделали ему анимацию. Потому что самое главное, что его душа в это вложена, его сюжет, его озвучка. Но рисовка — это визуализация. Если бы у меня сейчас было много денег, я бы, ну, реально, серьезно сейчас говорю, вот прям серьезно, наняла бы аниматора, офигешила бы сценарий, а он бы все это мне рисовал. Да, вы можете сказать, что у меня муж аниматор, но у него его канал, его идеи, а у меня есть мои идеи в моей голове. И если бы были средства, то можно было бы сделать еще хоть там четвертый канал, кого-то нанять, и подача была бы моей, сюжеты были бы моими, но рисовала бы не я. Потому что, во-первых, я этого делать не умею, а во-вторых, ну, я просто не буду успевать выполнять такой объем производства контента, при том, что я и так не успеваю. В это время я был занят обустройством своего гнездышка. А вот так сейчас выглядит мое рабочее место. Удручающее зрелище, так что давайте где-то через годик сюда заглянем. Кстати, у нас все-таки есть одна дверь. Вот она, в туалет. Очень тонкая, так что приходится импровизировать. Так, я в туалет пошел, включай телевизор погромче. Звуки я буду стараться маскировать. Вообще, за последние пять лет это уже наш третий переезд. Предыдущие два были со съемных квартир. А переезды это очень утомительно, знаете ли. Только осваиваешься на новом месте, распаковываешь вещи, заучиваешь маршруты до ближайших пивнух. И тут бац, снова сборы. Надеюсь, на ближайшие лет десять хотя бы этот вопрос решен. Сам. Чего? Это было неожиданно. Реклама, я не против, как бы просто не ожидала. Типа смотрю, за котуна, как ни в чем не бывало. И тут как бы сейчас. Десять хотя бы этот вопрос решен. Типа, очень неожиданно было. Но это даже интересно. В целом, мне про мои рекламные интеграции тоже так пишут. Типа, Юля, зачем ты вставляешь их в середину? Но рекламодатели очень такое любят То есть когда ты делаешь рекламу не в самом начале ролика Как-то ее интегрируешь Вот такое обожают, любят и постоянно вот поэтому заказывают Хотя в последнее время у меня реклама как бы поменьше стала Но все же И была какая-то мысль, которую я хотела сказать Но я из-за этой ставки прям взбилась с этой мысли Поэтому если я вспомню, скажу потом Понятно, что дом это не квартира Тут постоянно будут дела Работа и стройка В своем доме она никогда не заканчивается Но эти хлопоты я предпочитаю назвать приятными Миш, тут с фасада планка отвалилась Уже иду? Да, минусы есть Это было красиво Например, у нас нет поблизости доставок фастфуда и продуктов Прости меня, прости, пузо Ничего, я все понимаю Ты не специально Я помню, мы хотели купить дом в ипотеку еще в 21 году Поехали в прикольное местечко недалеко от Уфы Оно находилось недалеко от торгового центра Там ехать нужно было всего минут 10 И доставки даже какие-то туда доезжали И нам так понравилось Мы приехали в этот дом По-моему, 104 квадратных метра Там были и одноэтажные, и двоэтажные Я начала уже планировать, думать, где бы что могло стоять Меня это все так вдохновило А потом я решила почитать в интернете отзывы Про этого застройщика И безумно рада, что не влезла в это кредитное рабство На несколько, может быть, даже десятков лет Потому что люди, которые покупали там дома, жаловались на то, что буквально после первой зимы У них были затоплены подвалы И по всему дому на первом этаже была плесень Так что если вдруг планируете покупать свой собственный дом, то будьте аккуратнее Ну и строить, конечно же, тоже Потому что очень важно выбрать там еще локацию для постройки этого дома И мысль, которую я хотела сказать Почему они так решили рано прям переехать в собственный дом При том, что еще много чего в нем не готово Или они будут жить и постепенно все это, наверное, налаживать, ремонтировать Но, как по мне, они все перекрываются плюсами Например, теперь у меня наконец-то нет соседей под боком А нам они каждый раз доставались, мягко говоря, беспокойные Помню, одного даже ОМОН у меня на лестничной площадке крутил Хочешь историю про это, ставь лайк Теперь же шуметь, кидать вещи на пол и слушать музыку на полную буду только я Мам, когда это закончится? Все хорошо, дорогая У папы просто период такой В целом это реально круто Для блогера, для стримера Это так шикарно, жить в собственном доме Я просто понимаю, сколько ограничений могло бы быть там снято с меня С моего молодого человека тоже Потому что он очень хотел стримить Но с тем, как он эмоционирует очень ярко Это тяжело, тем более там в съемной квартире И самое главное, то, ради чего вообще я дом строил Теперь у меня есть собственное парковочное место Целых 14 соток парковки Хочу так, стою, хочу эдак И не нужно теперь, вернувшись поздно вечером домой Ездить полчаса вокруг дома в поисках, куда бы вошлиться В любое время меня ждет мое место Которое, кстати, нужно чистить самому Да, это еще один минус За домом и участком придется ухаживать самому А не управляющей компанией Хотя... Но, как мы помним... И вообще, просто быть ближе к природе Сейчас я могу просто из дома выйти И через 5 минут уже в лесу гулять Кайф А еще мне теперь не нужно ездить на дачу Чтобы пожарить шашлыки Могу сделать это буквально на своем крыльце Да, это очень кайфу, Вар Эй! Эй! Штаны надень! Я на своей земле Как хочу, так и хожу Ах так! Не, ну что? Как хочет, так и хожу Что, просто лето нынче холодное Какой же он самокритичный Так, кстати, у меня еще забора даже нет Короче, дел куча Буду держать вас в курсе А пока, знайте, что я вас без контента не оставлю Хоть и возможны перебои В конце концов, мне еще гараж строить Все мы люди Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Самая большая проблема, я не знаю, где бы хотелось, чтобы он находился. Про Уфу я уже говорила, что это не то место, где я хотела бы жить всю жизнь, там скучновато. Где-то в Москве там очень дорогие дома, очень дорогая недвижимость, самая земля. Где-то за границей, я тоже даже не знаю. Вроде в Турции мы живем, но не так, чтобы взять и купить целый собственный дом. К тому же, если брать, то в любом случае в ипотеку, и нужно быть морально к этому готовой, что все какие-то доходы, которые только будут появляться с рекламы, со стримов, придется отдавать на ипотеку. Я не знаю, насколько к этому сама пока что еще готова. Может быть, со временем просто получится как-то накопить. Вот стану суперпопулярной стримершей, блогершей. Доходы польются рекой, у меня будут покупать рекламу за миллион. А вот кто знает, может быть, когда-нибудь такое и произойдет. Ну, а с тобой была Милька. Пиши в комментариях, живешь ты дома или же в квартире, где хотел бы жить. И пока!